В Читу прибыла икона и ковчег с частицей мощей святой праведной Матроны Московской. Блаженная Матрона жила в конце 19-го, первой половине 20-го века, почила в 1952 году. Как при жизни она помогала людям, так и после смерти к ней обращаются за духовной помощью. В современном православном мире святая Матрона Московская – одна из самых любимых святых. В минувшие выходные тысячи забайкальцев пришли поклониться святыне. Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам. Такое завещание людям оставила великая подвижница 20-го века, святая Матрона Московская. Мощи святой пребывают в Москве, в Покровском монастыре, а небольшая частица в специальном ковчеге, объехав многие епархии России и Белоруссии, прибыла в Читу. Патриарх вынул частицу, блаженная Матроной, для того, чтобы она могла быть в постоянном движении по стране. И вот так символично, что бригады меняются, частица постоянно движется, поскольку в епархии обычно месяц, полтора бывает. И, по сути, Матрону сопровождает вся страна. У Казанского кафедрального собора святыню встречал митрополит Читинский Петров Забайкальский Владимир, священнослужители епархии и множество прихожан. Некоторые пришли с букетами цветов. Такая традиция в последнее десятилетие сложилась в Покровском монастыре. Слепая от рождения, Матрона была наделена даром духовного зрения. Она предсказывала не только глобальные события – войну, победу, стихийные бедствия. Ей были ведомы человеческие нужды, грехи и даже мысли. По ее молитвам Господь исцелял больных, помогал несчастным. В Покровском храме города Улан-Удэ привели деточек, которые были глухонемые. Это был конец рабочего дня, уже заканчивался служебный день. И вот когда они прошли, вдруг в храме началось такое благоухание. Было очень много свидетелей, просто таких три мощных струи благоухания. Мы даже от неожиданности, ну как водится, сначала начали оглядываться, что такое. Потом мы поняли, что эта Матронушка так благословляет вот этих вот деточек. О здоровье, о работе, о детях, о жилье – о чем только не просят блаженную Матронушку верующие. Любовь и почитание ее в народе с годами только возрастает, потому что люди чувствуют реальную помощь. Привезли мощи Святой Матери Матроны. Я давно купила книгу, прочитала, какая была женщина святая, помогала всем и простым людям, и богатым, и бедным. И как же не прийти в собор, зная о том, что она при жизни помогала. После смерти на могилу люди к ней ходили, брали песочек, несли домой, который вылечивал. Я думаю, помощь есть. Иван Кроншадский сказал, что Матрона – это восьмой стол в России. Значит, вот нам Господь дал ее, да, может быть, мы в какие-то моменты жизни не всегда даже и допонимаем, может быть, вот, о, Господи, так. А здесь вроде бы так близко родной человек, к которому можно обратиться с любой просьбой, по любому вопросу. Матрона помогает очень быстро. Приедем, например, в понедельник, стоим неделю, да. В понедельник приходят, в четверг уже бегут и говорят, мы пришли поблагодарить, я устроился на работу, там у меня то-то и то-то. И спрашивают, по каким вопросам Матронушка может помочь. Если просимое человеком ему не во вред, то Матронушка поможет обязательно. Митрополит Владимир пожелал четинцам воспользоваться благодатной возможностью помолиться перед принесенными святынями, которые будут пребывать в Кафедральном соборе до 17 апреля. Затем икона и ковчег отправятся по приходам Четинской епархии, а в мае – в Нерчинскую епархию. Студия «Слово» Забайкальской митрополии.